Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Скажите, вам интересны условия этой акции? Она, собственно говоря, исходит из суммы вот этой вот 600 тысяч, да? Вы, наверное, ошиблись. Я таких денег не брал в этом банке. 200 тысяч рублей на карте было кредитного лимита. И все. Ну, смотрите, вы же использовали эти 200 тысяч рублей, верно? Нет, у меня карту украли. Я об этом в банк сообщал. Вы писали заявление в полицию? Да что я только не писал. Даже следователь в банк приходил. А почему вы об этом не знаете? Вы на каком основании? Вы из банка, простите, звоните? Или из организации какой-то? Мы звоним по поручению вашего кредитора, банка «Русский стандарт» и коллекторское агентство. Так как вы ненадлежащим образом исполняете свои обязательства, банк передал ваше дело к нам в агентство. Вся информация по делу у вас есть должна быть там и заявление о возбуждении уголовного дела. Вы же понимаете, если бы у нас была эта информация, звонки бы вам не поступали и ваш кредитор не обращался бы к нам, верно? Ну, значит, зря звонки поступают, что-то там у вас несогласованность какая-то. Как может человек взять... Когда вы обращались... Терпеть... Когда вы обращались в полицию, вам выдавали листовку, лист уведомления? Следователь был в отделении банка, потому что у меня карту украли прямо в отделении банка. Я это все прекрасно понимаю, но вы же писали заявление, вам должны были выдать лист уведомления. Нет, лист уведомления есть, само собой. И справка о возбуждении уголовного дела есть. Более того, я сам юрист, адвокат. Занимаюсь 14 лет гражданским правом. Все это я понимаю, отчетливо осознаю. Я вас услышала. Скажите, а вы сможете выслать нам копию документов? Кому вам? Финансовом агентстве подбора платежей. Я же вам объясню. Я был буквально три дня назад в банке «Русский стандарт», они вообще ничего не знают о вашем агентстве. У вас с ними какие-то отношения официальные или вы просто так считаете, что вы их... Совершенно верно. Мы работаем на основании агентского договора. Скажите мне номер договора, пожалуйста. Эту информацию я вам не имею право предоставлять, а как вы не являетесь стороной агентского договора. Дмитрий Евгеньевич, вы же сами говорите, что вы хорошо усведомлены. Да, понимаете, когда заключается агентский договор, банк, естественно, обязан... Ну, то есть подключается посредник, да, в наше отношение с банком. Вы же сейчас посредник, да? Верно? Банк должен согласоваться... Мы являемся третьим лицом. Ну, третьим лицом. Если бы... Хорошо, если вас оскорбляет этот термин посредник, то я беру свои слова обратно. Вы являетесь третьим лицом. Так вот, в появлении между двумя контрагентами третьего лица, естественно, инициатор вот этого появления должен сообщить своему, собственно говоря, оппоненту о появлении этого посредника. Ну, хорошо, третьего лица. Так вот, банк утверждает, что никакому... Как вы там называетесь? Агентство по сбору платежей. Агентство по сбору платежей. Ага, вот у него есть единственный договор агентский, да, с Востокфинансом. Больше нет. Востокфинанс отказался со мной сотрудничать, переговоры со мной вести, потому что у них нет компетентных сотрудников. Скорее всего, у вас тоже нет компетентных сотрудников. Более того, я подозреваю, что у вас информация обо мне с некой биржи должников, и вы сейчас пытаетесь узнать, можно ли со мной поработать или нет. Так вот, я вас сразу предупреждаю. Бесполезно. Можете пометить там для себя. Дмитрий Евгеньевич, все ваши данные информации передавал нам ваш кредитор, то есть банк русский стандарт. На основании чего? Он присылает на основании агентского договора. Я вам уже... Девушка... Если бы произошла... Я вас услышала, будьте добры, дослушайте вы меня. Да, давайте. Если бы произошла переуступка прав требования, тогда у вас были обязаны уведомить. А так как заключался агентский договор, стороной которого вы не являетесь в вашем кредитном договоре, который закреплен за вашей картой, когда вы его активировали, вы согласились по всеми его условиями. Девушка... Я понимаю, что у вас карту украли, я это уже прекрасно слышала. Хорошо. А что вы скажете на то, что год назад... Я не договорила. А нет, я уже не хочу слушать. Девушка, что вы скажете на то, что я год назад отнес в банк уведомление о том, что я отзываю свое согласие на обработку персональных данных и передачу этой информации третьим лицам. Копия этого письма лежит у меня со штампом банка. Из этого следует, что банк не мог более никому передавать. До этого он в Востокфинансу передал, но отозвал потом всю информацию у него. Сейчас вы лукавите. У вас не может быть официально заключен договор, хотя бы даже на основании этого письма. Лучше признайтесь, где вы взяли информацию обо мне. Я вам, Дмитрий Евгеньевич, я вам говорю правду. Обратитесь с этим вопросом в банк, так как банк передал ваше дело 23 июня 2016 года. Это вы его взяли себе, это дело. Итак, есть законный документ, подтверждающий то... Нет, потому что он передал ваше дело. Послушайте, уважаемая, кто вы там. Есть четкий конкретный документ, который запрещает это делать банку. Сейчас вы утверждаете, да, вот у меня запись разговора ведется, что банк совершенно отчетливо нарушил предоставленные мне законом права. То есть проигнорировал мое законное требование об отзыве согласия на обработку персональных данных. Это верно? Вы так сейчас сказали, банк передал вам такого-то числа эту информацию. Получается так. Какой ужас. Хорошо, тогда я сейчас беру паузу, выясняю это. Но прежде, если я сейчас выясню, что ситуация таким образом сложилась, будет, естественно, заявление в прокуратуру, в следственные комитеты, в Центральный банк Российской Федерации. Далее в Роспотребнадзор. Конечно, не надо мне об этом напоминать, я вас просто оставлю в известность. Точно так же запись разговора будет тщательно изучена, и ваша фамилия, имя, отчество будет фигурировать в этом заявлении. А потому что банк, скорее всего, скажет, что он ничего не передавал, и тот человек, который вам об этом сообщил, вероятнее всего, пытался вас запугивать. Тем самым, ну, я попробую, наверное, все-таки, чтобы вам неповадно было и всем вашим вот этим малоуважаемым агентством коллекторским по 163-й эту ситуацию провести. Вымогательство. Как вам это? Это ваше право. Да я знаю о своих правах. Да вы даже не знаете, а кому вы предоставили? Кому вы ее предоставили? Сейчас я вам еще более страшную вещь скажу. Это не Дмитрий Евгеньевич с вами разговаривает. Перед этим зачем вы тогда давали ложные мне данные? Какую информацию вы считаете ложной? То, что вы назвали Дмитрием Евгеньевичем. Вы меня спросили, Кузнецов Дмитрий Евгеньевич, я сказал да. Значит, вы подтвердили то, что вы это действительно... А может это сделать какой-нибудь человек совершенно посторонний? Сейчас пользующийся сим-картой. Дмитрий Евгеньевич. Да. Да, опять говорю. Вы приводите меня тогда в заблуждение. Потому что я не знаю, кто вы такая, но теперь у меня есть вся информация... Я бы представилась в начале нашего разговора. Отлично, отлично. Отлично. Вот это вот ваше представилось будет отчетливо видно в заявлении в прокуратуру. Это ваше право. Да я знаю, что же вы мне об этом сообщаетесь. Буду обращаться обязательно. Обращайтесь к кредитору и решайте этот вопрос. Да не буду я никому обращаться. До свидания, уже давно обратились. Продолжение следует... Продолжение следует...